Народ, всем привет, с вами Велсаком, и сегодня у нас формат, который вы полюбили за эти годы на нашем канале. Утечки Apple, это же самое вкусное, это прям вот понимаешь, вот оно на кончиках пальцев. Apple Leaks, это вообще был любимый формат на нашем канале годами, и мы настолько преисполнились, что, во-первых, я сегодня расскажу вам про 10 фишек iPhone 15. Да, он выйдет только в следующем году, в сентябре, но уже сейчас мы про него практически все знаем. Ну, а во-вторых, я вернул вам старую заставку, так что заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, наслаждайтесь, проникайтесь в ностальгии, можете сразу лайк поставить, и поехали! Первая фишка, друзья мои, вот это iPhone 15. Если вы думаете, поставил тут 14 Pro Max и что-то нам рассказывает, вот это ролик распаковки iPhone 14, и я угадал все, то, что не будет челки, то, что будет тот же самый процессор, то есть смотря этот ролик, это не просто какой-то чувак в интернете статейки почитал, я опираюсь на свой опыт, на свое видение, даже на свое знание, на свои инсайды, я, дядька, вообще прошоренный, может быть, по мне и не скажешь, но на самом деле я много че знаю. Так вот, первая фишка очень простая, все iPhone, то есть это будет iPhone 15, iPhone 15 Pro, и дальше я вам расскажу чуть позже, конечно, вся линейка получит что, правильно, Dynamic Island. Если в этом поколении эта фишка только про айфонов, потому что, ну, как бы, сразу надо, чтобы отличалось, то в следующем году, пожалуйста, всем, как, собственно, и тот факт, что OLED-экраны появились во всех актуальных айфонах. Если вначале, помните, когда вышел iPhone 11 Pro Max, он был такой, ууу, сразу хороший, iPhone 11 получил старый IPS-экран, и все такие, эээ, какого черта, то сейчас вся линейка это OLED-экраны, и, собственно, с Dynamic Island будет ровно так же. Ну и, собственно, мы привыкли к тому, что Apple каждый год нас радует четырьмя айфонами, это уже длится три года к ряду, и в следующем поколении будет так же iPhone 15. Кстати, тут же забываем про S, потому что последние четыре поколения, 11, 12, 13, 14, показали нам то, что S забыто навсегда. Так вот, iPhone 15, iPhone 15 Plus, потому что мини, очевидно, на ближайшие пару-тройку лет тоже забыт как формат, и нам предстоит развивать вместе с Apple Plus версию смартфона, а также iPhone 15 Pro, а также iPhone 15 Pro Max, и, возможно, будет ультра пятый айфон. Представляешь, впервые Apple тебе дропнет сразу пять устройств. Что такое ультра? Ну, это третья фишка, это самый дорогой айфон в истории. То есть, заменит ли он Pro Max, либо будет в дополнение, это мы узнаем уже совсем скоро. Что тут осталось-то? До следующего года вообще немножко моргнул два раза, и все, приехали. Так вот, на самом деле, мне давно хотелось какой-нибудь ядреной до невозможности айфон, чтобы все охреневали от одного вида. Потому что сегодня ты никого не удивишь, да? Тебе скажут, ну и что? Чуть-чуть, айфон 14 Pro Max, пф, да у всех есть. Хочу, знаешь, чтобы дорого, чтобы титан, керамика, сапфировое стекло мне сделать и вообще полностью, чтобы его хрен поцарапаешь, понимаешь? Чтобы все говорили, ты совсем сумасшедший, зачем ты отдал пять тысяч долларов за айфон? А я бы сидел и говорил, а у меня еще кредитный гелик есть, прикинь, вот настолько я ебаный. На самом деле, вы помните, что я еще криптоинвестор, майнер и акциями балуюсь. И вот, на самом деле, последняя тема, достаточно серьезная инвестиционная практика. И вот, что хочу вам сказать. Действительно, инвестиции это пассивный доход. Кто-то так это расценивает, я считаю, что это не совсем правильно. Потому что, как и любая деятельность, нужно, чтобы профессионалы занимались этим вопросом. И вот так просто пришел, купил акции, так не работает. И, конечно, в любом подобном деле хочется доверять людям лучшим на рынке. И вот сразу вам скажу, что уже не первый год я, например, пользуюсь услугами брокера Finam. А у них сейчас есть тариф под названием Free Trade. И в чем его прикол? То в том, что вы можете торговать акциями российских компаний без комиссии брокера. Вы платите только за две вещи. Первая, это сами акции. И вторая, это комиссия Московской биржи. Но она зачастую вообще незаметна. Если для вас биржа, брокер, акции, это не просто красивые слова, вот вам приятная информация. Ежегодный налоговый вычет в сумме 52 тысяч рублей при пополнении ИИС. А если вы не знаете, что это такое, разъясняю. Индивидуальный инвестиционный счет. Ну и, как мы понимаем, любой вычет, это всегда приятно. И все это не выходя из дома. Торговать акциями вы можете прямо со своего мобильного телефона в приложении Finam. Вот так, кстати, выглядит приложение. И там, кроме понятного функционала, есть также биржевые новости, аналитика и торговые идеи. И вот вам несколько пунктов, почему лично я в свое время выбрал Finam. Это российская частная компания. Сегодня это особенно актуально, потому что она минимально подвержена санкционным рискам. Крутая сервисная часть. Многие вопросы можно решать онлайн. Там открытие через приложение и так далее. Но при этом региональная сеть офисов, что тоже важно. Если какие-то вопросы, которые ты не хочешь сам погружаться, приходишь и все решаешь. Я уж не говорю про бесплатную аналитику и инвестиционные идеи. Возможность инвестировать без большой экспертизы, используя доступные торговые сигналы. Но при этом вы можете также использовать инвестиционные стратегии от профессионалов. На самом деле, все эти инструменты, даже действительно человеку неподготовленному, так как это подано в Finam, это рабочие кейсы. И с помощью этих решений можно аккуратно в этом направлении двигаться. К чему? Правильно. Конечно же, к философии. Будь умнее, переходи в Finam, открывай счет и торгуй без комиссии. Ссылка в описании. Однажды Эрнеста Хемингуэй попросили написать короткий рассказ, который растрогал бы любого. Но в данном случае не любого, а пользователя Apple. И звучал он, на самом деле, максимально лаконично. USB-C. Уже, блин, по заголовку стало понятно. История подходит к своему логическому завершению. Еврокомиссия на всех уровнях приняла закон, по которому в Европе можно продавать устройства, только оборудованные USB-C для зарядки. А значит, Apple, хошь не хошь, придется подчиниться. Я думаю, что это такая хитрая игра. В Apple уже давно могли бы это сделать, но вот дождались, когда их уже, значит, принудят. И при этом, к сожалению, пока 23 год еще не является прямо финалом. Потому что до 24-го все это растянуто. И я думаю, что это отличная возможность для Apple внедрить USB-C правильно в iPhone 15 Ultra, либо в iPhone 15 Pro Max. Вот эти вот вещи. Именно там мы впервые увидим USB-C. И это оправдано. Потому что, скорее всего, там же будет высокая скорость передачи данных, поддержка прореза, большие файлы. Еще тебе прокину туда 2 терабайта, чтобы ты кайфовал. В общем, вот это все, конечно же, для самых жирных iPhone. Ну, а базовый вам и так динамик Island дали. Что вам еще надо? Пока посидите на Lightning, попозже мы докинем для вас USB-C. При этом уже миграция началась. Если, например, пульты к Apple TV раньше оборудовались Lightning, то теперь в них USB-C. Ни хрена себе. Правда, провод перестали в комплект плать. Ну и хрен бы с ним. Но при этом у нас с вами есть наушники AirPods, которые до сих пор от Lightning. У нас с вами аксессуары к iMac, типа клавиатур, подключаются по Lightning. В общем, у Apple такой бардак начался, что просто непонятно, с какой стороны хватать. Так что в следующем году только самые топовые iPhone получат USB-C, а еще через год вообще все. И Apple такая красивая. Еврокомиссия сказала к 2024 году, пожалуйста, модели 2024 года все с USB-C. А в 2023 это маркетинг. Только самые топовые. Уже достаточно давно намор камер в iPhone не обновлялся. Мы с вами имеем широкоугольную камеру, сверхширокоугольную. И в версиях Pro это, ну, такой слабенький телевичок. Назовем его портретник, да. Со времен, прости господи, iPhone 11 Pro у нас с вами три камеры в самых топовых iPhone. В 2023 в iPhone 15 то ли Pro Max, то ли Pro Ultra, то ли просто iPhone 15 Ultra, хрен пойми. И появится что? Перископ. И сейчас люди с андроидами немножко хихикают в кулачок, потому что они уже давным-давно пользуются этими благами цивилизации. И, пожалуйста, тебе пятикратный, десятикратный зум в полный рост. Я думаю, что, скорее всего, Apple не пойдет на такую штуку, что сделают тебе четыре камеры. Просто телевичок-портретник заменят на перископ. И, скорее всего, апнут до пятикратного. Ну, потому что, знаешь, не гоже сразу десятикратный. Более того, десятикратный зум это достаточно странная штука. Вот пятикратный X это хорошо. А поскольку камера у нас с вами сейчас 48-мегапиксельная, мы и так уже на двухкратный зумчик просто по матрице кропаемся, то как бы трехкратный уже и не так, чтобы сильно нужен. И чтобы вот это больше разнести, X5 с перископом в топовых iPhone. Пожалуйста. Помните iPhone 7, который стал просто великим во всех смыслах, потому что именно с ним пришло просто все хорошее, что мы любим в iPhone'ах современных. Это и пылевлагозащита, и стереодинамики, и 3,5-миллиметровый разъем. Ушел, который мы не любили все это время. И пришел AirPods. Замечательно. Так вот, главным, на мой взгляд, фишечкой такой незаметной, но очень важной, было то, что мы с вами лишились физической кнопки Home. Ну, объясню. Она перестала нажиматься, она была исключительно сенсорная, а эффект нажатия отрабатывал Taptic Engine, который мы тоже неистово любили. Но он появился еще раньше для 3D-тача. Так вот, я хочу вам что сказать. Кнопки в iPhone'е это анахронизм. Это вообще забейте, это в чем прикол. Кнопки надо изъять. Они останутся, скорее всего, на тех местах, где мы привыкли. Это кнопка питания, это две кнопки громкости. И есть еще фишка, в OnePlus в свое время ее спер, а потом что-то тоже профукал. Короче, качелька громкости. Это вообще все, что мы любим. Так вот, их надо уже перестать делать механическими. Сделайте их тоже сенсорными. В смысле того, чтобы они как бы нажимались, но при этом не нажимались. С другой стороны, вы же знаете, что если ваш iPhone переглючило к хренам, только физические кнопки позволяют его нормально перезагрузить. Поэтому тут палка о двух концах. Не знаю, как они это все порешают, но я бы топил только за. С другой стороны, если механическая кнопка в iPhone 6 каком-нибудь могла вобрать в себя всякого мусора, песка и прочей мерзости и начинала хрустеть, как мразь, то здесь с этими кнопками у меня проблем не было. Напишите в комментариях вообще, были ли у вас такие косяки, чтобы что-то залипало или еще что-то. В общем, хочется что-то нового. И вот эта интересная особенность. Новое ради нового. При этом жизнь не диктует нам большую необходимость ухода от этих кнопок. Но хочется, чтобы было что-то новое. Вот так вот. Я уже вскользко эту тему затронул, в смысле дорогого ультра-телефона. Но есть слушок, что Apple действительно сделает какой-то титановый корпус, вот это все. На самом деле Apple использует все эти штуки в Apple Watch, да? Причем у тебя может быть и титан, и керамика, и в первых поколениях было золото. Чего бы так не угореть и не сделать iPhone? На самом деле я бы хотел каких-то приколюх уровня цветное яблочко. Либо может быть коллаба с каким-нибудь дизайнером. Вон, берите пример Samsung, пожалуйста. Вот тебе Tom Brownie, вот тебе, пожалуйста, Mason Marjola. Вот эти ребята делают коллабы приятные глазу. И просто дорогие до невозможности, лимитированные, их сносят просто в первый день продаж, а потом на eBay все завали на X3. Да замечательно. Apple на самом деле давно ушла от вот этой истории один телефон в год, что пропагандировал Стив Джобс. И у меня есть вообще интерес снять ролик о том, как далеко ушла Apple в своей философии сейчас, по сравнению с тем, что было в 2010-2011 году. Потому что, ну, не от хорошей жизни вот этот зоопарк с переходниками, устройствами, Lightning тут, USB-C тут, о чем я уже говорил. И мне кажется, что в текущей парадигме развития Apple, какой-нибудь ультрадорогой iPhone дизайнерский, бла-бла-бла, это уже не звучит так дико, как еще 10 лет назад. Как вы понимаете, ультра-iPhone, он же должен чем-то отличаться, да? И кроме того, что, возможно, только там появится вот все, что я только что перечислял, включая USB-C, перископы, но хочется еще и на фронталку как-то обратить внимание. Есть какой-то странный слух, что новый iPhone получит двойную фронталку. Такое часто используют, например, если мы говорим про изменяемый угол зрения, да? Возможно, фронталка в iPhone наконец-то станет очень широкой. Она всегда в этом смысле уступала решениям на Android. Но при этом нужно понимать, что вся система Face ID, это и так уже несколько камер, и этот слух, он может иметь несколько интерпретаций. В любом случае, хочется верить, что Apple и еще поработает над фронталкой своих устройств. При том, что у нас здесь-то вообще тектонический сдвиг. Прикинь, автофокус поставили в фронталку iPhone. Когда такое было вообще? В смысле, настолько быстро фронталка не менялась вообще годами до этого. А тут тебе ни хрена, каждое поколение что-то новое. Ожидаю. Потому что фронталка в iPhone, это вообще главное, что, блин, существует. Они даже настолько вообще восхитились, что вы можете на новую macOS Ventura поставить iPhone в качестве уэбки. Прикинь, вот такие технологии сейчас Apple использует. Ну и под конец немножко технических приятностей. Как вы знаете, Apple всегда была специфической с точки зрения объема оперативной памяти в своих устройствах. Когда в андроидах уже 18 гигабайт никого не пугает. Бывают и такие, ребята. Ну а там 8-12 это вообще норм. Айфоны все еще сильно уступают по этому показателю. Но это особенность системы вообще. Их нельзя в лоб сравнивать. То, что 12 гигабайт у андроида, то вполне и 6 справится у айфона. Такая логика. Кто-то говорит, что это из-за того, что в iOS не настоящая многозадачность. Как бы то ни было. Apple вроде как наконец-то достаточно серьезно увеличит оперативку в своих устройствах. И это будет не просто элемент жадности или просто желание как-то угодить пользователям. Скорее всего это повлияет в том числе и на систему. Поэтому мы ожидаем в следующем году какого-то большого буста iOS 17. Вы должны понимать, что в следующем году исполняется 10 лет iOS 7. А это что? А это уход от скевоморфизма. Это та самая просто революционная операционная система, которая на 10 лет определила в принципе дизайн-код всего мира. Понимаешь? Джонни Айф, он просто взял и убил объем как явление. И все бренды просто как подорванные побежали стирать все эти блики, все эти объемы, всю вот эту хрень со своих логотипов. И Google такой, как Google бегал вот с такими вот глазами, когда iOS вышла первая, тогда еще называлось iPhone OS. И они такие, Android-то на кнопочный телефон не надо делать. И благодаря Apple вы сегодня имеете тот самый Android. Так и сейчас, собственно, с материалом дизайн получилось ровно то же самое. То есть они такие, ааа, во как вам надо делать-то. И придумали что-то свое. Поэтому, возможно, к следующему году Apple готовит что-то масштабное. И увеличение оперативной памяти в новых айфонах, это не просто пару гигов. Это что-то интересное. Хочется верить, блядь. Я уверен, что это просто... Да, п***ь, блядь. Три нанометра. Понимаешь? Четыре это уже слишком много. Три нанометра в 18 байоник. При этом, конечно же, я так понимаю, вот они попробовали раз. И здесь, знаешь, вот эта вот неприятная дорожка, она ведет куда? Она ведет туда, где ты больше не ставишь самый крутой флагманский процессор во всю линейку. Я вообще не удивлюсь, если базовый iPhone 15 получит A16 байоник. То есть прошлогоднее топовое решение. А самый жир улетает только в Pro Max и в Ultra туда. Типа, хочешь самый топовый проц? Бери. И мы с вами получаем вообще странную историю, когда у нас идет разделение на процессоры внутри линеек смартфонов. Когда такое было. Это в компьютерах мы привыкли, что у нас есть M1, M1 Pro, M1 Max, вот эти все радости. А до этого Core i5, Core i7, Core i9, ASEAN хочешь. И это было странно. У нас было понимание, что есть один смартфон, в нем один процессор, он новый, они все новые, новый процессор. Все, закончилась эта шарага. Я не удивлюсь, если скоро туда будут пихать разную графику. И будут другие изменения, и мы в какой-то компьютерный мир приходим со своими смартфонами, типа, а вот дооснасти. На самом деле это была крутая идея вообще когда-то, типа, покупать заготовку смартфона, а дальше дооснащение на сайте Apple. Типа, три камеры, а экран такой. А я не хочу 120 Гц, пускай будет обычный 60. А при этом я хочу, чтобы был супер-пупер-проц. И прикиньте, я такой чук-чук-чук слепили, пожалуйста, на, забирай. Это было бы вообще кайф. С точки зрения логистики, ужаса и беспредела того, как это сложно в корпоративном мире, это уже другой вопрос. Пользователю, конечно, было бы круто. Кому-то плевать на экран, он хочет топовые камеры. Кто-то хочет все самое дорогое. Кто-то хочет вот такое. Вот это вот, на мой взгляд, утопическое будущее развития смартфонов. Но тот же Project Ara от Google показал безперспективность такого решения. Ну так это Google, они все всирают, к чему, блять, руки дотрагиваются. А, ну да, и, конечно, в финале хочется сказать, что 120 Гц экран, тот самый True Motion, должен появиться также во всей линейке iPhone 15. Ну, потому что уже как бы пора. Уже средние флагманы на Android давно обзаводятся 90 Гц и 120 Гц экранами. Топовые игровые решения уже упрыгали туда в 144 и выше. Поэтому, ну, 120 Гц уже становится вот стандартом. Я уж не знаю, дадут ли они Always On всем. Ну, то есть, получается у нас понятная логика, да. Идея этого ролика весьма проста. Во-первых, Валя прорекламировал вам классный сервис и заработал денег. А, во-вторых, мы с вами поняли, как будут развиваться iPhone в ближайшие несколько лет. У нас с вами есть большое разделение в фишках между Pro Max и базовой линейкой. И через год базовые айфоны получают все те фишки, которые в прошлом году были только у топ-решений. Все. Это, в принципе, и раньше было. Это не вау, какой ноу-хау. Но это сейчас становится еще более заметным. И это, на самом деле, грустно. Потому что тяжело так продавать, блин, девайсы, на мой взгляд. Особенно, когда Apple, выкатывая 14-е поколение, оставляет в продаже и 13-е, и 12-е. И ты сидишь такой, чуваки, что происходит вообще? Так не должно быть. Вы давайте как-то соберитесь уже и делайте как надо. С другой стороны, каждый квартал выходит Тим Кук и говорит, а мы в очередной раз собрали денег, вы а** еете. Мы сами тут е**лись. Вообще, куда нам столько денег, говорит Тим Кук. Давайте какую-нибудь еще адскую дичь построим, потому что нам их некуда девать. Вот так вот. Самая дорогая компания в мире, самый дорогой бренд в мире. И как бы Apple не ругали, как бы мы тут слюной не брызгали, не говорили, что Apple уже не та, и при Стиве Джобстель была душа, а сейчас это корпорация бездуховная. Цифры и деньги говорят, что это так и есть. Ну так, что в этом плохого? Пока.